На фоне транспортного коллапса в Бишкеке стали популярны электросамокаты. Однако на пешеходных тротуарах они опасны. Кактус Медиа узнал, что делается для повышения безопасности горожан. Я, например, против. Потому что они создают аварийную ситуацию и прут прямо на людей. Мне тут раз уже сколько, раза два вообще не сбили. А тем более, вот посмотрите, это перекресток советская Токтагула. Они вот там поворачивают, свет здесь еще уже моргает, он прет. Уже несколько раз уже сбили самокатчиков этих. Те, кто ездят на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, говорят о том, что на них можно удобно и быстро добраться в любую точку города. У нас в Бишкек же небольшой город считается, поэтому в принципе добираться до нужных точек тоже не так долго. Особенно учитывая то, что ремонтировали дороги. Но я сам тоже понимаю, что инфраструктура не позволяет. И часто в таких ситуациях, когда рядом с людьми прям вот так приходится проезжать. Штрафы для водителей самокатов, велосипедов и подобных средств передвижения 1 тысяча сомов за движение по пешеходной зоне. За езду в нетреслом виде наказания выше – 3 тысячи сомов. Однако также на велодорожках можно встретить скутеры. Несмотря на то, что езда самокатов, моноколес и даже скутеров по тротуарам опасна, в муниципалитете ранее сообщали, что продолжат делать велодорожки там, где ходят люди.